Общество представляет собой целостность, состоящую из запорядоченной определенным образом совокупности частей, поэтому можно говорить о его структуре. Структура – это и есть строение, взаимная связь частей. Первичные элементы социальной структуры – это люди, обладающие разным общественным положением. Они находятся в определенных отношениях друг с другом, например, мать и дочь, учитель, ученик, депутат и избиратель занимают конкретную социальную позицию с соответствующим набором прав и обязанностей и объединяются в общности. Набор таких позиций и общностей образует устойчивую структуру, в основном сохраняющуюся в различных жизненных ситуациях. Социальная структура общества – это устойчивая совокупность связей, которые вступают в общности людей в процессе жизнедеятельности, определенный порядок взаимодействия этих общностей. Она складывается из повторяющихся отношений и образцов поведения, которыми люди руководствуются в процессе совместной действенности в экономической, социальной, политической и духовной сферах. Теоретики марксизма видели существенное влияние на социальную структуру отношений собственности на средства производства и его продукты. На этом, считали они, основывается социальное неравенство. Французский социолог Дюргейм утверждал, что в основе социальной структуры лежит общественное разделение труда. Выполнение членами общества определенных функций, в первую очередь профессиональных, и обмен ими друг с другом. Люди включены в социальную структуру через малые и большие социальные группы, общности, которым они принадлежат. Это прежде всего классы и слои, сословия, социально-демографические группы, жители городов и деревень, представители умственного и физического труда, национальные общности. Имеется большое разнообразие более мелких групп, трудовые коллективы, спортивные команды, группы друзей и т.д. Также характеризующих социальную структуру. Дифференциация означает различие, разделение целого на части. В обществе невозможно найти двух абсолютно одинаковых людей. Даже близнецы, внешне очень похожие, могут иметь разные характеры, манеры и взгляды на жизнь. Мы делим людей на мужчин и женщин. Молодых и пожилых, богатых и бедных, католиков и православных. Обращаем внимание на цвет кожи, уровень образования, национальность, состояние здоровья и т.д. Это индивидуальные признаки и особенности, однако в масштабах общества они могут приобретать социальное значение, когда определяют характер групп, которым принадлежит человек или ролей, которые он исполняет. Таким образом, социальная дифференциация – это разделение людей в обществе на группы, занимающие разные социальные положения. Внутри группы социальное положение может быть равноправным, например, школьный класс или спортивная команда. Социальная дифференциация может вызывать имущественное, статусное неравенство, когда определённые социальные различия между людьми приобретают характер иерархии. В обществе особое внимание уделяется доходам и благосостоянию, владению собственностью, уровню и качеству образования, участию в управленческой деятельности, политической власти, уровню социального престижа. В социальных науках неравенство рассматривается как объективный факт общественного бытия. Тем не менее, отношение людей к этому вопросу неоднозначно, так как социальное неравенство тесно связано с проблемой социальной справедливости, доступа к имеющимся ресурсам, равенство возможностей достигнуть желаемых целей. Не случайно большинство социальных конфликтов, даже революций, на протяжении всей истории человечества возникало по поводу неравенства. Важнейшими генераторами социального неравенства, напомним, является уровень благосостояния, власть и престиж. Благосостояние означает обладание материальными благами, которые необходимы прежде всего для удовлетворения жизненных потребностей любого человека. С развитием общества эти блага обретают разнообразные культурные интерпретации, становятся социальными ценностями и могут уже не служить удовлетворению первичных потребностей, а превращаться в самоцель. Однако материальные ресурсы общества ограничены, а уровень потребности постоянно возрастает. Обладание материальными благами может содействовать достижению других общественных ценностей, в том числе власти над тем, кто лишён этих благ, но нуждается в них. Власть можно определить как возможность и способность осуществлять свою волю в достижении целей, оказывая воздействие на других людей независимо от их согласия. Власть позволяет распоряжаться ресурсами общества, устанавливать правила и нормы поведения, получать доступ к редким и высоко ценимым в обществе благам. Социальный престиж – это авторитет, уважение, слава, признание значимости кого-либо на основе определённой системы ценностей. Люди придают большое значение социальному престижу как общественной оценке их усилий, способностей и талантов. С другой стороны, слава и известность позволяют получить более широкий доступ и к материальным благам, и к власти. Живя в обществе, человек постоянно вступает во взаимодействие с другими людьми, в том числе с целью повышения эффективности собственных действий. Людей объединяют в группы по самым разнообразным признакам. Схожая деятельность, экономические, демографические, другие характеристики. Однако не всякое такое объединение можно называть социальной группой. Социальная группа – это общность людей с устойчивыми взаимосвязями, наличием схожих интересов, определенными правилами поведения и взаимоотношений. Эти характеристики отличают социальные группы от агрегаций, означающих временное сообщество людей. Американский социолог Мертон обозначает социальную группу как совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг с другом, осознающих свою принадлежность к данной группе и признающихся членами этой группы с точки зрения других. В обществе существует большое разнообразие социальных групп. По степени оформленности отношений различают формальные и неформальные группы. В первых, нормы поведения закреплены чаще всего в письменном виде – законами, уставами и т.д. К ним можно отнести, например, трудовые коллективы. В группах второго типа социальной взаимосвязи основывается только на моральных принципах и симпатиях, например, компания друзей. Важную роль играет осознание принадлежности к группе. Каждый человек определяет какое-то множество людей, к которым относит себя самого, идентифицируется с ними. Такие группы называют ингруппами, остальные будут для него аутгруппами. В группах могут существовать разные типы взаимоотношений. В первичных группах поддерживаются устойчивые, непосредственные эмоционально окрашенные контакты. Такие группы, как правило, немногочисленны и первичны в том смысле, что именно в них человек получает первоначальный социальный опыт. В вторичных группах взаимодействия обусловлены стремлением к удовлетворению определенных интересов, но тесные межличностные эмоциональные отношения могут отсутствовать. Индивидуальные особенности большого значения здесь не имеют. Больше ценится умение выполнять определенные функции. Социальные группы отличаются своими размерами. Малая группа состоит из нескольких человек, как правило, не более 15, поэтому между ними устанавливаются непосредственные, часто постоянные контакты, симпатии или антипатии. Вырабатываются внутригрупповые специфические ценности и нормы. Большие группы могут насчитывать неограниченное число участников без обязательных непосредственных контактов, имеющих, однако, общую цель для совместных действий в обществе – отстаивания своих интересов. Группа характеризуется групповой динамикой, то есть различными взаимодействиями членов между собой и с окружающей средой, в том числе с другими группами. В групповой динамике находят свое отражение лидерства, коммуникации, особенности процесса принятия решений. Неравенство в обществе связывает с понятиями социального класса. Широко известно определение, предложенное с позицией марксистской социальной теории Лениным в работе «Великий почин». Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по способу получения и размерам той доли общественного богатства, которое они располагают. Следуя данному подходу, в разные исторические периоды можно выделить в качестве социальных классов рабовладельцев и рабов, феодалов и феодально зависимых крестьян, буржуазии и пролетариат. Различия между ними заключены в характере и размерах собственности на средства производства и производимый продукт, в роли в общественной организации труда, а также способе и уровне получаемых доходов. Наряду с экономическим аспектом социального неравенства, на которое указывал Карл Маркс, немецкий социолог Макс Вебер называет такие критерии, как «власть и престиж». Типологию классов по Веберу можно представить следующим образом. Рабочий класс, класс мелких предпринимателей-торговцев, белые воротнички или интеллигенция, администраторы и менеджеры, класс собственников, живущие на ренту и предпринимателей. Исходя из этой точки зрения, классом можно назвать большую социальную группу, находящуюся в неравных условиях по отношению к другим группам, отличающуюся от них возможностями доступа к экономическим ресурсам и средствам производства, власти и престижному положению. Неравенство характерно и для современного общества, в котором выделяют высшие, средние и низшие классы. К высшему относят управленческую верхушку крупных собственников и предпринимателей, известных учёных и деятелей искусств, представляющих элиту общества, тех, о ком говорят «богатое и знаменитое». Для высшего класса характерен особый образ жизни, связанный с роскошью, незаврядными поступками, что привлекает внимание окружающих, хотя в целом в масштабах общества это малочисленная группа. Средний класс включает высококвалифицированных профессионалов – врачи, юристы, программисты и т.д., а также преуспевающих менеджеров и средних предпринимателей. Среди них большое число владельцев собственности, которые приносят им доход. Средний класс заинтересован в социальной стабильности и выполняет роль подушки безопасности в периоды социальных конфликтов между богатыми и бедными. Представители этого класса исправно платят налоги и являются активными потребителями, что стимулирует развитие экономики. Низший класс представлен неквалифицированными рабочими, безработными, людьми без определенных знаний. Как правило, они характеризуются низкими доходами. Классовая структура состоит из больших групп людей, которые не включаются по обобщенным признакам. Это удобно для объяснения исторических процессов, но современная общественная жизнь вызывает более разнообразные расслоения, и социальные структуры требуют более точного описания, что позволяет сделать социальная стратификация. Термин «стратификация» означает не просто групповое многообразие, а определенную вертикальную последовательность расположения социальных слоев в обществе, их иерархию. Социальный слой – это совокупность людей, выделяемая на основании близости определенных социальных параметров и связанная с этим сходство образа жизни и мышления. Из истории нам известно несколько типов социальной стратификации. Рабство, когда существует слой рабов, являющихся полной собственностью рабовладельцев, которые распоряжаются их трудом и даже жизнью. Кастовый строй, характерный для Индии, при котором каждый человек принадлежит к обособленной группе с определенными правами. Членство в ней придается по рождению. Сословие, закрепляющее за определенными социальными группами права и обязанности, отраженное в законе или в обычаях, передаваемое по наследству. В феодальном обществе они располагались в определенном иерархическом порядке. Выделялись привилегированные сословия – дворянство и духовенство, непривилегированные – крестьянство и ремешленники, полупривилегированные – например, казачество в России, и классовая система, в которой роль страт выполняют социальные классы. Модели социальной стратификации, характерные для современного общества, можно изобразить графически. Модель «Ромб» характерна для стран с эффективной рыночной экономикой. Страны Западной Европы и США, где две трети всей численности населения составляют средние слои, выступающие гарантом политической, экономической и социальной стабильности. Модель «Пирамида» представляет социальную структуру большинства постсоветских стран, где средний класс находится на стадии становления и немногочисленной. Основную часть составляет названный российским социологом Зославский базовый слой. В него уходят люди, занимающиеся преимущественно квалифицированным и исполнительским трудом. Массовые интеллигенции, технические служащие, квалифицированные работы и крестьяне. Их доход, как правило, ограничен зарплатой, уходящей на повседневные нужды. И поэтому у них нет возможности делать существенные инвестиции в экономику, заниматься бизнесом, приобретать собственность. Модель «Эйфелева башни» отмечается, например, в странах Латинской Америки. Здесь широкое основание – это беднейшие слои, вытянутая средняя часть, средние слои и верхушка элита. Наряду с более или менее четко выделяющимися слоями в любом обществе есть люди, сознательно или неосознанно оказывающиеся вне социальной структуры. Маргинал – это человек, занимающий промежуточное положение между устойчивыми социальными слоями, что накладывает отпечаток на его психику и образ жизни. Поскольку социальная стратификация – это вертикальное расположение классов и социальных групп, то закономерно встает вопрос о возможном передвижении вверх или вниз по социальной лестнице. Это явление получило название социальной мобильности. Социальной мобильностью называют переход людей из одних социальных групп в другие. При рабовладельческой кастовой или сословной стратификационной системе перемещение слоя в слой запрещены или очень ограничены, поэтому такие системы называют закрытыми. В классовой системе перемещение совершенно свободны. Это открытая система стратификации. Проблематику социальной мобильности можно отнести к центральным в исследованиях общества, ибо она раскрывает сущность таких явлений, как социальное неравенство, социальная стратификация, воспользоводство общественных отношений, социальный статус и т.д. Различают горизонтальную и вертикальную социальную мобильность. Горизонтальная мобильность – это переход человека в другую группу без изменения социального статуса, например, переезд в другой город, перевод ученика в другую среднюю школу. Вертикальная мобильность связана с переходом вверх либо вниз по ступеням социальной лестницы, например, трудоустройство на более престижную работу или финансовое разорение. Такая мобильность может возникать и когда человек сам прилагает определенные усилия – трудится, учится и придумывает что-либо новое. В этом случае ее называют индивидуальной. Однако широко распространены групповые формы социальной мобильности, когда в обществе начинают цениться люди с определенными свойствами, профессиональными качествами, а престиж каких-либо других социальных групп снижается. Например, в настоящее время ценятся программисты, а из-за широкого внедрения безналичных расчетов в банкоматах потребность в кассировах уменьшается. Социолог Сорокин, теоретически обосновавший понятие социальной мобильности, утверждал, что в обществе имеются социальные лифты, благодаря которым человек может передвигаться между пластами общества. К этим лифтам относил образование, политику, семейные связи, армию и другие. Рассуждая о функциях социальной мобильности в обществе, Сорокин обратил внимание на то, что там, где талантливые и энергичные люди из низших слоев могут подняться на более высокую ступень, менее вероятны революционные потрясения, так и их возможные лидеры перешли в более престижные социальные группы, реализовав свой потенциал. Среди огромного разнообразия социальных групп особое место занимают коллективы. Не каждая группа может быть рассмотрена как коллектив, а лишь та, которая сформировала определенные характеристики, возникающие как результат развития ее основной деятельности и представляющие особое значение для ее членов. Коллективы объединяются для решения хозяйственных, трудовых, культурных и других общественных задач люди, имеющие общие интересы и цели. В зависимости от видов деятельности различают производственные, учебные, спортивные, научные, военные и другие коллективы. Наиболее распространены трудовые коллективы, могут быть также постоянные и временные, крупные, средние и небольшие, формальные и неформальные. Коллективы создаются как правило преднамеренно, то есть заранее продумаются цели их деятельности, распределяются обязанности участников, определяются их статусы и создается система управления. Между членами коллектива возникает взаимодействие на основе солидарности, доверия, взаимопонимания и взаимопомощи. Коллективы присоединяются добровольно ради осуществления совместной деятельности. Определяющее значение может иметь установившийся социально-психологический климат в коллективе. Он регулируется осознанием общих целей и задач, моральных ценностей, а также эмоциональной окраской связей членов коллектива, возникающие на основе симпатии, совпадения интересов и склонностей. В большинстве коллективов, наряду с имеющимися формальными отношениями, руководители подчинённой могут существовать и неформальные позиции. Например, неформальный лидер, генератор идей, критик, исполнитель, энтузиаст, искатель выгоды и другие. Субтитры создавал DimaTorzok